Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Объектив» на календаре 4 июля четверг в студии Юлия Балдина. Я и мои коллеги готовы рассказать о последних новостях. Смотрите в этом выпуске. Город 21 века. Уже в эту субботу пройдет главное юбилейное торжество, посвященное юбилеям Новоуральска и Уральского электрохимического комбината. Первые центры беспилотных авиационных систем открылись в новоуральских школах. Диалог власти и бизнеса. В Новоуральске обсудили меры поддержки предпринимателей. Снижение аварийности на дорогах города. Эта тема стала одной из ключевых на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. С 1 сентября нового учебного года в основные образовательные программы школы по труду и основам безопасности и защиты Родины в 8 и 9 классах будут введены модули по изучению беспилотных авиационных систем. Планируется открытие групп обучения по федеральной дополнительной образовательной программе «Лаборатория беспилотных авиационных систем» для обучающихся 3, 4, 5, 9 и 10, 11 классов. Напомним, в декабре 2023 года Министерством образования и молодежной политики Свердловской области была подана заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета для реализации регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», входящего в состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы», которая признана успешной. В результате Свердловская область вошла в число 30 пилотных регионов России, которые в 2024 году получили финансирование для организации обучения по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Для участия в федеральном проекте в соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева ведется оснащение 18 образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, в которых запланировано создание центров практической подготовки и специализированных классов. Среди них Уральский техникум «Рифей» и 17 школ, в числе которых и школы «Новоуральска». На эти цели направлено свыше 265 миллионов рублей из федерального и порядка 20 миллионов из областного бюджета. По программам подготовки в сфере беспилотных авиационных систем планируется обучить порядка 330 детей. Отметим, для реализации проекта весной этого года в Свердловской области стартовала профессиональная подготовка педагогов дополнительного образования, направленная на обучение школьников конструированию и управлению беспилотниками и коптерами. Первые центры беспилотных авиационных систем открылись и в новоуральских школах. Благодаря участию в федеральном проекте наши школьники получат возможность развивать свои инженерные способности, проектировать, конструировать и управлять беспилотными летательными аппаратами, которые сейчас применяются во многих сферах деятельности, рассказывает Мария Лотова. Такие центры появились лишь в 17 школах Свердловской области и два из них в Новоуральске. Выбор школ был обоснован наличием условий для реализации проекта, тесным сотрудничеством с профессиональными образовательными организациями, предприятиями и представителями профильных кластеров. Надо сказать, что это национальный проект, один из новейших национальных проектов, он недавно возник, и Новоуральск со своей сильной системой образования принял для себя решение и заявился на выделение грантов для оснащения, значит, таких территорий, классов, для получения навыков по сборке и по пилотированию вот этих беспилотных авиационных систем. Очень радостно за наши учреждения, которые нашли время, силы, энергию, и желание заявиться на конкурсный отбор и победить. Поэтому я, конечно, поздравляю эти учреждения, я очень рада за них. Серьезные, очень серьезные деньги пришли в школу, оборудование, которое поступило сюда для этих лабораторий, на 12,5 миллионов в каждую школу. Никогда бы город просто так или школу, такие деньги бы не смогла найти. Вот они, специализированные классы, малые и основные полетные зоны, ремонтные станции и зоны для 3D-печати, оснащенные компьютерами, обучающими квадрокоптерами, 3D-принтерами, специализированными шлемами для работы с беспилотными летательными аппаратами и другим необходимым. Несмотря на то, что оборудование поступило только в пятницу, к понедельнику все было установлено и готово к работе. Теперь школьникам Новоуральска созданы все условия для обучения и практики в области беспилотных систем. В Новоуральске появляются новые современные пространства, потому что приходить в школу, где есть что-то интересное, новое, современное, необычное, конечно же, детям больше нравится, чем, наверное, в обычные стены. И, конечно же, мы не остановимся на двух школах. Вообще, этот национальный проект нацелен на то, чтобы в каждой школе были такие кабинеты по беспилотным авиационным системам. А вот и запуск первого беспилотника. Это действительно впечатляющее зрелище, демонстрирующее потенциал и возможности нового образовательного подхода. Мы хотим нашим обучающимся, нашим ребятам дать возможность познать вот эту сферу человеческой деятельности, потому что, как мы выяснили, создавая интерактивную карту, готовясь к этому открытию, мы создали интерактивную карту применения беспилотных летательных аппаратов в народном хозяйстве. И, как мы выяснили, практически в каждом регионе каким-то образом дроны уже сегодня в народном хозяйстве используются. Мы очень хотим, чтобы наши ребята узнали об этом, научились проектировать беспилотные летательные аппараты, научились ими управлять. Два года мы уже участвуем в региональном проекте Уральской инженерной школы достаточно успешно. И поэтому, когда нам предложили проанализировать, сможем ли мы принять участие в проекте беспилотной авиационной системы, мы, конечно, согласились. Открытие школьных центров беспилотных авиационных систем является важным этапом в стимулировании интереса молодежи к современным технологиям и развитию их профессиональных навыков. Благодаря этим центрам у молодого поколения появится шанс уже сейчас заниматься инновационными технологиями и приобрести необходимые знания и навыки для успешного будущего. Мария Лотова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Мы продолжаем рассказывать о важности заключения договоров с государственным унитарным предприятием «Газовые сети для жителей Новоуральского городского округа, проживающих в газифицированных квартирах». Эти материалы неоднократно выходили в эфирах НВК, и мы будем показывать их и дальше, так как, к сожалению, заключение договоров идет медленно, несмотря на то, что это обязанность собственников квартир. Зачем это нужно и как заключить договор, расскажем в следующем сюжете. Надо отметить, что каждый житель обязан заключить договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Газовые сети должны проверяться не реже одного раза в год для обеспечения безопасности газового оборудования. Часто в средствах массовой информации появляются сообщения о чрезвычайных ситуациях, такие как взрывы и обрушения зданий, как правило, в жилых домах по всем уголкам нашей страны. В сегодняшний момент у нас еще порядка 37% жителей не заключили договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Это создает большие проблемы, в том числе газовым сетям, губсо-газовые сети, которые приходят. Периодически у них есть график, который размещен у них на сайте. Управляющие компании все знают график проверки оборудования каждого многоквартирного дома. К этому моменту вывешиваются объявления на подъездах о необходимости обеспечить доступ в квартиру. Периодически в администрацию города присылают отчеты о проверках газового оборудования с фотографиями. Некоторые из них показывают газовое оборудование в ужасном состоянии. Потрескавшийся резиновый шланг, безручник для включения газа на плите. В таких случаях газовые сети немедленно прекращают подачу газа, пока оборудование не будет приведено в надлежащее состояние. Требуется также заключить договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Без него газ в квартиру не подается. Нарушители, не заключившие договор, могут подвергнуться административному штрафу в соответствии с законодательством. Сейчас это пока превентивные меры в щадящем режиме проводятся. Но в дальнейшем вполне и законодатель это допускает, что владельцы квартир, которые не заключили договоры, будут подвергаться административному штрафу. Начинается от 10 тысяч рублей и выше. Понятно, что это будет через суд с участием жилы инспекции, с участием газовых сетей. Но тем не менее, обращаюсь к жителям, это наша с вами безопасность. Необходимо газовое оборудование проверять периодически и не допускать выхода его из строя. Напоминаем жителям, что для заключения договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования можно обратиться в газовые сети по адресу Дзержинского, 16, номер телефона для записи 72499. При посещении необходимо иметь при себе паспорт, документы на квартиру и газовое оборудование. Договор можно заключить непосредственно в офисе газовых сетей, предоставив указанные документы. Накануне состоялся выездной оргкомитет по проведению главных юбилейных торжеств, которые пройдут 6 июля на центральной площади города. На совещании обсуждались вопросы обеспечения безопасности, программы выступления и другие важные аспекты организации мероприятия. Подробности в сюжете моего коллеги Антона Сапогова. Чтобы провести праздник на высоком уровне, участники оргкомитета проговаривают все основные моменты, оценивают готовность на сегодняшний день, выясняют, не осталось ли каких-то нерешенных организационных проблем. Есть моменты, связанные с тем, что увидят наши жители. Это наш концерт, наши звезды, которые приедут, выступления наших артистов. А есть то, что остается всегда за кадром, это тоже очень важно учесть. Сегодня это вопросы безопасности, сегодня это вопросы, которые связаны с перекрытием движения, важно об этом знать. Сегодня это время проведения, это все-таки жаркая погода, летний период. Но самое главное праздник – это строение людей, чтобы это все случилось. В 7 часов вечера праздник откроет театрализованная концертная программа с участием лучших творческих коллективов Новоуральска. В юбилейный год она посвящена истории города и комбината. Первая часть завершится в 9 вечера. На очереди приглашенные звезды – дискотека «Авария» и Сергей Лазарев. Далее у нас на сцену заходят в 21.00 гости нашего города, вокально-инструментальная группа, кавер-группа. В 21.30 у нас заходит первая звезда. В 22.30 у нас заходит вторая звезда на сценическую площадку. После этого у нас идет лазерное шоу на 7 минут. И после лазерного шоу у нас еще небольшая финальная часть, где-то минут на 10, после чего мы завершаем все наше мероприятие большим праздничным фейерверком, который будет запущен с территории центрального стадиона. Особое внимание организаторы уделили обеспечению безопасности всех гостей и участников праздника. Движение транспорта через центральную площадь закроют с 10 часов утра. Во время самого мероприятия гостей будут проверять металлодетекторами на входе на огороженную территорию. Подростков на самокатах и велосипедах будут разворачивать. Категорически запрещен алкоголь и напитки в стеклянной таре. Также накануне вечером организаторы праздника будут освобождать центральную площадь от припаркованных автомобилей жителей окрестных домов. Эти меры необходимы для того, чтобы сделать праздничную локацию максимально комфортной и безопасной для всех гостей юбилейных мероприятий. Антон Сапогов, Даниил Запивалов, Новоуральская обещательная компания. Впервые юбилей Новоуральска увидят жители всей Свердловской области. Если вы не сможете приехать на грандиозные торжества в Новоуральск 6 июля, то все равно присоединяйтесь к празднику и смотрите прямую трансляцию из дома, в каком бы городе Свердловской области вы ни находились. Впервые за всю историю Новоуральска юбилейный концерт в честь 70-летия города и 75-летие Уральского электрохимического комбината увидят все жители Среднего Урала в эфире областного телевидения. Новоуральская обещательная компания заключила договор СОТВ о проведении прямой трансляции юбилейного торжества. Большой праздник «Город 21 века» с участием новоуральских коллективов и приглашенных звезд состоится в субботу, 6 июля с 19 до 24 часов. Также мы будем вести прямой эфир в группе Новоуральской обещательной компании в социальной сети ВКонтакте. А завтра, 5 июля в 19 часов в рамках юбилейных торжеств на фасаде Театра Музыки, Драмы и Комедии состоится большой гала-концерт «Город искусств». В программе современные эстрадные и рок-хиты в исполнении артистов Театра ТМДК, лучшие фрагменты мюзиклов и оперет в исполнении артистов Театра Кукол Сказ. В воскресенье, 7 июля с 16 до 19 часов в Центральном парке культуры и отдыха пройдет праздник «Город счастливых семей» «Город детства», посвященный дню семьи, любви и верности, городская свадьба, парад колясок и многое другое. Снижение аварийности на дорогах города, установка дорожных знаков, обустройство искусственных неровностей и безопасность пешеходов. Эти темы стали ключевыми на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Развитие темы в сюжете Антона Сапогова. Представитель госавтоинспекции огласил статистику аварийности в Новоуральском городском округе за полгода. На территории обслуживания зарегистрировано 250 дорожно-транспортных происшествий. Эта статистика практически полностью повторяет цифры того же периода прошлого года. В семи случаях участники ДТП получили ранения. Один человек погиб. В прошлом году аварии с ранениями было 11. Сотрудниками госавтоинспекции за первое полугодие выявлено и пресечено 6193 нарушений правил дорожного движения. Из них 93 нарушения, допущенных несовершеннолетними. В управление образования по данным фактам направлена информация. Участники заседания решали, что делать с потенциально аварийным участком проезжей части улицы Победы в районе Фонтана. В этом месте пешеходы часто перебегают дорогу. Областная комиссия Минтранса во время посещения нашего города обратила на это внимание и рекомендовала сделать тут пешеходный переход или предусмотреть другие меры безопасности. Наша комиссия тщательно проработала этот вопрос. Правила дорожного движения не дают смонтировать здесь лежачий полицейский. Сделать пешеходные ограждения тоже нельзя из-за парковочных карманов по обе стороны дороги. А если организовать переход, стоянки придется ликвидировать. Решили ограничиться профилактической мерой. Установить для пешеходов предупреждающие таблички. 20 июля установить эти таблички. До 20 июля. Чтобы хотя бы август детям дать возможность познакомиться с этими табличками. И естественно на следующий год должно быть обновлено все. По местам установки мы тоже договорились? Да. Все указано, да. Все. Коллеги, ну предложение опять. Вот, Саня говорит, спасибо за поддержку. То есть мы идем в то направление, которое мы сами и задали. То есть предупреждение. Участники комиссии проголосовали за это предложение и поддержали его. Представитель госавтоинспекции возражений не высказал. Антон Сапогов, Данила Запивалов, Новоуральская обещательная компания. Вопросы поддержки работодателей и развития малого и среднего бизнеса оказались в центре внимания на заседании Координационного совета Новоуральского городского округа по инвестициям и развитию предпринимательства, который прошел в креативном кластере ГОРН. Координационный совет – это площадка для диалога между властью и бизнесом, направленная на создание благоприятной среды для развития предпринимательства в городе. В состав совета входят представители разных сфер бизнеса, общественных организаций, а также администрации округа. В рамках последнего заседания были рассмотрены различные меры поддержки работодателей. Круг вопросов, которые мы обсуждаем, но на совете, да, он достаточно обширный. Это и ресурсы для бизнеса, это прежде всего база по земельным участкам, база по объектам недвижимости, где могут реализовываться различные инвестиционные проекты и порядок получения данных объектов для реализации. Также мы сегодня обсуждали вопросы по поддержке работодателей, какие центр занятости могут предоставить, в том числе финансовую поддержку при трудоустройстве молодых кадров и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Согласно данным Новоуральского центра занятости, на сегодняшний день в городе зарегистрировано 1200 вакансий и 194 безработных жителя. Уровень безработицы низок, а это говорит о стабильности рынка труда и возможности для трудоустройства различных категорий граждан. В 2024 году существуют программы возмещения затрат заработной платы работодателей при трудоустройстве определенных категорий граждан. В эту категорию входят граждане до 30 лет. Координационный совет – это удобный формат взаимодействия администрации округа и бизнеса, так как бизнес-сообщества всегда оперативно узнают о нововведениях, изменениях в законодательстве, мерах поддержки работодателей, а также малого и среднего предпринимательства. Это та организация взаимодействия между властью нашего города и бизнес-сообщества, к которому я отношусь уже больше 20 лет. И формат этих совещаний, формат наших встреч, он всегда очень интересен и познавателен. Диалог между властью и бизнесом является ключевым фактором успешного развития города. Благодаря этому реализуются новые проекты, создаются рабочие места и улучшается качество жизни горожан. На сегодня это все новости. О последних событиях расскажем завтра в 19.30 на канале ОТВ. Всего доброго. До свидания.